Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казоку Фэмили и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Я давно уже не играл в эту игру, поэтому поэтому продолжим. Что нам тут делать? Да, игра заметно подлагивает. К сожалению. Что нам делать? Что нам делать? По глубине места. Согласен. Но вы-то здесь. Чё, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Довольно, Грейвс. Не суйся. Давай, 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 уклоняйся. Давай, 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 уклоняйся. Просто... Как это сделать? Да, не просто это сделать. Почти не сразу срабатывает. Уделай этого хлыща! Да что за фига я удерживаю, блядь, е. Заатаковать этого ублюдка можно. Угости-ка его в челюсть. Гляньте-ка. Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Милс, со дно! Ты сам-то за кого? На. Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Чё? Да я тебя не боюсь. Нет. И очень зря. Тёк, тебя предупреждали. Сдаётесь? Нет. Как тебе такой расклад? Неплохо. Ой, блядь. Что здесь происходит? Капитан. Я жду объяснений, мистер Кенуэй. Эти глу... Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, чёрт возьми. На два слова, мистер Кенуэй. Окей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Новые сапоги были бы кстати. От души поддерживаю. Вы мне не нравитесь, мистер Кенуэй. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен от них не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому. Так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Так. Поехали. Дальше. Вернуться. О, стоп, там что-то подслушать можно. Там, ну, как можно подслушать. Здравствуйте. Как думаете, нас ждет приятный рейс? Погода теперь тихая. Хотя и в это время года случаются шторма. Но не волнуйтесь. Это в худшем случае досада. Пираты-декаперы. Вот кто меня беспокоит. А вы с ними встречались? Да. Но проведение крепкий корабль с отменной командой. Думаю, все будет в порядке. Это бы, короче, было поговорить. Проверь кормовые! Ого. Доброе утро. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? И то, и другое. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже. Благодарю вас. Так, а сзади какие-то сокровища? Или это играть? А, сыграть в игру? А я думал, что это какие-то сокровища. Не, играть я не хочу, ребят. Спасибо. Все это, конечно, мило, прикольно, но... Так, еще там и нет. Где он? Есть минутка? А, вы тоже из Лондона? Приятно видеть на борту людей нашего круга. Руперт Мартин, к вашим услугам. Хейтем Кэннвей. Весьма рад. Кажется, мы вовремя покинули город. Да? Вы ничего не слышали об убийстве в опере? Нет. А что случилось? До сих пор толком не ясно. Я боюсь, не скоро что-либо прояснится. Мотивы известны? Точно не ограбление. Возможно, нарушение условий какой-либо сделки. Или же нечто более... Более... Личное. Кто знает. Но я рад, что уезжаю. В этом городе становится все опаснее. А это мы в опере устроили резню. Если кто помнит. Редактор субтитров, о.Голубий Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ого, день 28. Неплохо, неплохо. Мистер Кэнвэй. Капитан? Чтобы они не затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Угу. Вот о чем можно поговорить. Здорово, вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага, оба упрямцы. Да что же это я, Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтэм Кэнвэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут, но последние пару раз нам пришлось... туго. Да? Капитан стал экономить, порцию урезал, жаловни тоже, груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Хм. Прямо обстановка как в России. А где там еще? Вот этот чувак у нас. Я тебе ничего не скажу. Хм. Танцует. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. У меня с доктором? Фер, можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится? Может кто-то жалуется, команде не нравится капитан или пассажир. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбуз. А теперь, увы, я занят. Ну хорошо. Так. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй. К вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки. Не знаю, что они затевают. На, думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Мил старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Подсказки. Посмотрим подсказки, наверное. Добрый вечер. Как дела? Тихо все. Как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись. Разметь ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Скользкий какой-то малый. И шляпы не снимать. Опять харчи урезал. Но припасов мало. Нечего половать. Что угодно и покинять не надо вино. Пока у нас, кобеты, слонина. Забавно. Да. Забавно. Забавно. Ха. Окей. Ой, еще с кем-то можно потрясать. Ну-ка. Сейчас потрясим. Г еврей Иоанни. так что мне стоит опасаться их думаю они усвоили урок обычно они так на рожон не лезут но так это же уже было чё за фигня скользкий какой-то малый тихо вон он идет сделай вид что работаешь опять харчи урезал но припасов мало нечего половать у самого-то и гнадина длино пока у нас галеты до солонина поговорил бы с ним мил пытался капитан его вызвал значит нужно ищу есть новости все одно и то же я дежурю в одном месте они сбрасывают бочки в другом мне бы еще пару глаз может джеймс или милс зачем им это думаю бочки служат баки нами они подают сигнал боюсь это только вопрос времени когда наш преследователь они готовятся стрелять живы на шканцы готовьте эй береги головы жесть это сигнал нас хотят не потопить а захватить пушкам готовьтесь бою а вы вниз жива почему позвольте мне вам помочь вы умеете брать рифы заряжать пушки вести бой в море думаю что нет так что марш в каюту или вас доставить туда силой забрать люки этим вы были наверху нас собираются брать на абордаж странно почему бунтовщики молчат в этом нет смысла а чего же то есть вы надеялись так легко сбежать из лондона после того что устроили в опере думали мы не узнаем не бросимся следом так вот в чем дело сдайтесь и тогда с вами обойдутся честно хотите обойтись со мной честно дайте мне клинок уверены что вы этого хотите да да Продолжение следует... 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 Продолжение следует...